Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. Я Диана Ковелла и это программа «100 вопросов». Сегодня мы встретились с директором учреждения правительства для граждан Светланой Опёнышевой. Светлана Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Я очень рада, что мы перенеслись от электромагнитных волн сюда в тишину музея-заповедника Родины Ленина. Надеюсь, что у нас получится очень содержательный и откровенный разговор. Вы готовы? Конечно. Светлана Владимировна, мы знаем, что вы работаете в секторе IT, ответственном за умные решения. Но что конкретно вы делаете сегодня? На сегодняшний день поставлена задача губернаторам, как бы это ни банально было сказано, но именно отвечать не только развитию информатизации, но теперь идет новое направление, которое это приоритетное направление. На федеральном уровне это развитие цифровой экономики, а это включает в себя цифровизацию всего. А самое главное, на что это направлено, это на благополучие жизни людей, на качество жизни, чтобы нам всем было жить легче, используя современные технологии. Светлана Владимировна, возможно, вы удивитесь, но не все в городе знают, что представляла собой ассамблея УИГО. Расскажите сам, у меня неосведомленным. Если вспомнить далекий 2009 год, когда губернатор прочитал в новостях, что Владивосток стал членом УИГО, тогда он перед нами поставил, перед нашей командой поставил задачу, что нужно обязательно в эту ассамблею всемирных городов и правительств войти. Мы прорабатывали этот вопрос очень долго, потому что там были только города, а мы хотели вступить именно членам региона. Нам это удалось, поэтому с 2010 года мы активно работаем с УИГО. В 2011 году мы уже выезжали на исполком, в 2012 году мы уже участвовали в проектах, которые реализуют УИГО, открыли региональный офис в Германии в Ганновере и в 2015 году прошел исполнительный комитет. И уже в этом году летом прошла генеральная ассамблея, куда прибыли более 50 участников, 50 стран со всего мира. Это было порядка 350 человек, которые обсуждали современные умные технологии, которые облегчают жизнь людям, которые облегчают жизнь не только людям, но и сотрудникам, работающим в государстве. Сотрудничество с УИГО дает нам возможность знакомиться с инновационными разработками, которые влекут повышение качества жизни. Какие разработки Ульянов готов заимствовать после ассамблеи? Самая главная разработка, которая должна быть и заимствована, это открытость власти. Мы видим, насколько многие страны работают открыто с населением, знают проблемы. И как губернатор бывает, вовлеченный активный профессиональный гражданин. И вот один из основных проектов, который на сегодняшний день должен реализовываться в регионе. Конечно же, это умная технология, которая на сегодняшний день есть в Сеуле. Это умные остановки. И уже одна умная остановка у нас открыта. И нужно сейчас с городом работать, чтобы эти остановки дальше продолжить. Где эта умная остановка? Это умная остановка в Новом Городе. Чем она умна? Там есть доступ к порталу Госуслуг. Там можно отследить, через какое время подойдет автотранспорт, который ты ожидаешь, маршрутное такси или рейсовый автобус. И можно получить информацию с портала Госуслуг. Можно подзарядить телефон, можно купить кофе, можно купить шоколад. И сколько таких остановок планируется? Пока она одна, а вообще планируется на центральных улицах такие остановки внедрять. А какая-нибудь из умных разработок уже сейчас готовится к внедрению в регионе? Это проект инвестиционный, поэтому это не затраты органов власти, органов местного самоуправления. Поэтому сейчас должен найтись инвестор, который скажет, подобранные места, это улица Гончарова, это улица Минаева, где непосредственно эти остановки должны быть. Поэтому как только появится инвестор, то умные остановки будут у нас быть. Насколько охотно инвестируют в IT-сектор в нашем регионе, Слава Владимировна? Если говорить вообще о наших IT-компаниях, которыми мы очень гордимся, у нас есть таких активных или крупных компаний, которые аккредитованы в Минкомсвязи, их порядка 90 у нас, так вот они в основном работают все на электронную коммерцию. Это мобильные приложения, которые продаются зарубежно, работают эти мобильные приложения у нас в городе. И сейчас нами поставлена задача добиться того, что когда будут выбираться площадки по умным городам, именно занять нишу свою региональную, это центр компетенции по мобильной разработке, создать в Ульяновске на базе нашего политехнического университета. И готовить именно кадры, потому что там различные направления в цифровой экономике, готовить кадры в этом направлении. Какую страну в мире вы считаете самой технологичной? Ну, из тех стран, где я была и где я видела, конечно же, это Корея, это Сеул. Очень понравились наработки, которые есть в Барселоне, я там тоже была. Мусорные баки умные, да, там машины не ездят беспорядочно, не собирают отходы, которые население утилизирует. И когда стоит бак, стоит такой, как маячок, автотранспорт, который собирает мусор, видит, что бак наполненный, он подъезжает, мусор забирает. И формируется еще маршрут. Там есть умные дома из пластика. И когда тепло, то в доме прохладно, когда холодно, то в доме тепло. Там есть также умные установки, есть умные заправки и очень много непосредственно, где можно брать транспорт в аренду. Это может быть мотоцикл, это может быть велосипед, где ты берешь, если ты должен оплатить, сразу все здесь оплатил и пользуешься этим. А какой город России вы считаете наиболее технологичным? Я думаю, город Москва. Понятно. Насколько вы считаете Ульяновск передовым регионом? У Ульяновска тоже есть свои наработки. Мы говорили, что связано с электронной коммерцией. Но нельзя не говорить о большой промышленности. Это, конечно же, Марс. Это самые лучшие передовые разработки, которые идут для оборонно-промышленного комплекса. Это УКПБ, это наша Искра. Это те предприятия, которые работают не только на Россию, но и на международный рынок. Если бы у вас была возможность поменять что-то прямо сегодня, что бы вы сделали? Я бы не поменяла ничего. Все идет своим ходом? Да. Светлана Владимировна, недавно журнал «Инвестфорсайп» показал рейтинг регионов по использованию интернета. Ульяновск занял 17-ю строку и обогнали мы даже Москву. Это хорошая позиция для региона, на мой взгляд. Но ведь речь идет о городе Ульяновске. И если мы выезжаем вглубь 20-30-100 километров, интернета уже нет. Мы знаем, что вы ведете работу над ликвидацией цифрового неравенства. Расскажите об этом и когда все-таки победа будет одержана? Ну, здесь если говорить о рейтингах, да, рейтинги настолько все разнообразны. Один рейтинг говорит, что мы на 17-й, другой говорит, что мы на 50-м, кто-то на 37-й. Очень по-разному все считают. Основную статистику, конечно, берет это то, что формирует Росстат, который говорит, какое количество пользуется интернетом, какое количество использует портал госуслуг. И сейчас привязывается все к получению услуг в электронном виде. Здесь бы я хотела сказать о том, что на сегодняшний день, вот разговаривая с Мегафоном, они говорят, что мы даже готовы в Ульяновске, хоть мы не город-миллионник, а 5G запускать. 4G или Yota, да, на сегодняшний день, она у нас присутствует во всех городах и во всех районных центрах. Это настолько высокоскоростной интернет, который не говорит о каком-то безлимите. Там можно смотреть и фильмы, и, ну, не буду в целях рекламы говорить, сколько там стоит. Но по факту использовать Yota можно во всех городах и во всех районах. Если говорить о покрытии сотовой связью в нашу территорию, то у нас это покрытие составляет 98%. Показатель, конечно, высокий, но очень жаль, что 22 тысячи человек у нас вообще не имеют связи. И сказать о том, что в населенном пункте, где проживает 100 человек, может, 10 человек, он живет в современном мире, поэтому он должен получать услуги связи. И говорить о том, что закрываться, что там есть таксофон, не совсем правильно. Если говорить о программе устранения цифрового неравенства, то здесь это вообще федеральная программа. И интернет заходит в пункты коллективного доступа, или, мы так говорим, оборудование на стол вешается, где можно получать бесплатно Wi-Fi. Но это населенные пункты от 250 до 500 человек. А как быть населенным пунктом маленьким? А вот маленькие, получается, что мы разработали у себя программу, мы хотели реализовывать. Мы посчитали, что если вообще и на интернет, и на сотовые компании для установки базовых станций, то нужно порядка полутора миллиарда. Мы получили отрицательное заключение, потому что обеспечение связью – это полномочия не субъекта, это федерального уровня полномочий. Поэтому мы договариваемся с нашими сотовыми компаниями, которые идут очень навстречу нам. Мы даже приняли сейчас закон Ульяновской области, где базовая станция до 75 метров не является капитальным строительством. Это говорит о том, что мы снимаем административные барьеры, чтобы наши сотовые компании заходили на территорию, ставили базовую станцию и обеспечивали людей сотовой связью. Поэтому если говорить о счастье, я так думаю, что счастье, наверное, к 2022 году все-таки у нас должно наступить. Потому что есть программа, есть сроки, и сейчас Ростелеком уже заявил о том, что они будут заходить еще в населенные пункты с численностью от 500 до 1000 человек. У нас есть и такие населенные пункты, где нет оптоволокна. Если мы говорим об оказании услуг... А у них есть вообще потребности в выходе в интернет? Вот смотрите, очень часто, когда пишут, допустим, Бегтяшка, да, вот Сенгелеевский район, есть населенные пункты, где нет оптоволокна, но есть сотовая связь. Здесь нужно немножко разделить, потому что есть сотовая связь, не всегда есть 3G, где есть интернет, а 2G — это только голосовая связь. И люди говорят, дайте нам хороший интернет. Во всех школах интернет есть. Оптика проведена до каждого лечебного учреждения. Сейчас идет федеральная программа, что ФАПы должны быть подключены, потому что реализация полным ходом будет в Ульяновской области и телемедицина реализовываться. Поэтому мы одни из первых в России, которые идут в реализации проекта, и наше здравоохранение ко всему к этому подготовлено. То же самое, как можно сказать и об образовании, когда идут онлайн-обучейные, и если нет какого-то узкого специалиста в каком-то населенном пункте, то всегда специалист и преподаватель из города Ульяновска может провести уроки в этом населенном пункте, вот в этой школе. Даже если эта школа малокомплектная, то дети-инвалиды, которые дома обучаются, здесь тоже у нас ведется работа в министерстве образования, здесь вот они молодцы. Так вот, возвращаясь к тому, что есть ли потребность или нет, мы выходим, вплоть до того, что отрабатываем с главными поселениями, и говорим, давайте тогда соберем заявление с людей, потому что человек должен понимать, если заходит к нему оптоволокно в дом, это не говорит, что у него появляется сотовая связь, а есть населенные пункты, допустим, где сотовой связи нет, а оптика заходит. Мы говорим, что это стационарный телефон, что это IP-телефония, что это телевизор можно смотреть, и непосредственно интернетом пользоваться. Народ с готовностью реагирует на ваши предложения или скептически? Нет, они не в смысле скептически, они говорят, что да, заходите, а потом, когда Ростелеком заходит, вкладывает свои инвестиции, народ говорит, о, нет, нам вроде как и не надо. Получаются очень часто и такие вещи. Вы работаете с этими барьерами? Или время все равно возьмет свое? Мы работаем даже не столько с барьерами, я бы не назвала их. Недавно в населенный пункт выезжали, где есть оптика, где стоит мегафон, и Билайн решил поставить базовую станцию. И население собралось как протестное население, которое стало говорить, вы зачем нам ставите базовую станцию, это облучение. Но все должны понимать, что если сотовая связь, то это базовая станция. А потом начали собирать такие, как петиции, чтобы на домах не было базовых станций. В городе, где можно поставить вышку, и очень часто на высоких зданиях ставится оборудование. И когда мы смотрим, любое оборудование контролирующие органы никогда не разрешат поставить, если оно вредно для жизни человека. И говорить о том, что вы убираете от нас, но тогда не говорить о том, что дайте нам качественную связь. Потому что это настолько должно быть плотное покрытие вот этими радиоволнами, чтобы мы получали хороший сигнал. Мы же видим даже в городе, очень часто бывает плохая сотовая связь. Если дом буквой П стоит, и вот внутри, когда выходят окна, то понятно, что там связи, это как в мешке, туда не заходят вот эти радиоволны, и мы не получаем с вами качественные связи. Тогда мы говорим, что должен интернет быть проводной. Тогда люди меняют операторы и успокаиваются. Да, я тоже так думаю, что на сегодняшний день рынок у нас в городе, да и в районе настолько широк, у нас присутствует и Мегафон, и Билайна, и Теледва, и МТС. Сейчас Йота зашла, да? Поэтому любой может выбрать любого оператора, который ему нравится. Согласна. Светлана Владимировна, формулировка такая экзотическая, цифровой посол. Откуда она взялась? Здесь, вы знаете, не только посол IT, да, вот который с 1 апреля губернатор провел назначение в отношении меня, но здесь мы стали говорить, что нужно представлять интересы. Когда я руководитель учреждения, да, правительства для граждан, сейчас это короткое название, потому что более длинное название у нас все-таки тоже в документах есть, это корпорация развития интернет-технологий, запятая многофункциональный центр по оказанию государственных муниципальных услуг. У нас было три структуры, было в управлении, в администрации губернатора управления информационных технологий, был электрон Ульяновск, который отвечал за инфраструктуру, и была сеть МФЦ. И в прошлом году мы объединили, губернатор дал поручение, сказал, для более эффективной работы нужно объединить. И здесь даже больше это идет, вот, назначение прошло как представительская функция, когда выезжаешь на какие-то крупные мероприятия, не совсем понятно, когда выступаешь с какими-то докладами, говорит руководитель бюджетного учреждения, да, казенного. И когда говорят, что посол в области IT, это как раз направлено на то, чтобы взаимодействовать с какими-то крупными компаниями. Понятно, что, ну, не буду приписывать себе какие-то регалии, что работаю уже в этом направлении больше 10 лет, я со многими знакома, и поэтому здесь вроде как разницы нет. Руководитель ты учреждения, да, там, замгубернатора, или ты там посол в IT направлении, здесь идет именно, вот, ну, наверное, авторитет, который ты нарабатываешь со временем. Ну, и если говорить о первых шагах, а что было сделано? Ну, конечно, вот, ВИГО, это вот проект, который губернатор поручил мне вести, я его веду с самого начала, вот, будем говорить, там, с 9-10 года. Если говорить о взаимодействии, конечно, вот в рамках ВИГО, это было очень много выездов в разные зарубежные страны, мы каждый раз привозили какие-то новшества, и вот даже последний раз, когда я уезжала в Азербайджан, мы познакомились с новым типом Асам Хедмят, есть такой проект в Азербайджане, это тоже оказание услуг для населения, и сейчас мы заняты по поручению губернаторам строительства нового МФЦ. Я думаю, что в октябре мы откроем совершенно новый МФЦ, это будет он видоизменен, там будет и хорошая детская игровая комната, там будет и предоставление фотоуслуг. И сейчас я хотела бы обратиться ко всем предпринимателям, которые оказывают услуги, фотоуслуги. У нас есть выделенное помещение, мы могли бы заключить даже договор на безвозмездном пользовании, чтобы вы к нам пришли и в течение с 8 утра до 8 вечера оказывали услуги для населения, для фотографирования, потому что в МФЦ мы принимаем услуги паспорт и заграничные, и отечественные, и водительские удостоверения. Фотографии всегда нужны, это очень воспользованная услуга, поэтому если кто-то из предпринимателей обратится к нам, то мы готовы заключить такой вот договор. Где будет этот МФЦ? Я пока сейчас не буду говорить, где будет этот МФЦ. Для предпринимателей это важно. Они придут к нам, и мы с ними заключим соглашение. Пусть это будет такое доброе ожидание людей, чтобы не ходили, не смотрели, а где же это такое вот МФЦ у нас строится. Хорошо, пусть будет. Это будет тысячу метров, там будут банки, там будет центр здоровья, я уже сказала, будет зона релаксации, где человек может немножко отдохнуть, будет библиотека, будет афиша большая, там где можно будет познакомиться со всеми. Это будет какой-то рай. Да, и поэтому мы говорим, вроде мы хотим, Ленинский МФЦ с Лева Толстого у нас переедет в другое помещение и говорят, и все начнут к нам туда ходить отдыхать. Ну, я думаю, что самое главное, чтобы люди приходили, были довольны получением услуг, качеством услуг. Это вот первый проект, да, который потом проект про Вигулу я сказала. И еще два проекта, которые вот я считаю крупные, сейчас смотрю, что в IT-сообщество пошло обсуждение. У нас зашел Яндекс.Лицей, мы подписали соглашение с Яндексом. Здесь вопрос стоит о медицине, здесь и проекты, которые Яндекс реализует, и, конечно же, проект основной, который я считаю, это Яндекс.Классы, которые Яндекс.Лицей запускаются. Также хочу обратиться ко всем. 30 сентября можете зайти на сайт Яндекс.Проекта, где Яндекс.Лицей. 30 сентября начинается отбор детей в классы, лицеистские классы Яндекса, которые будут проводить обучение. Обучение будет проходить два года. Это могут быть не только девятиклассники, но это могут быть и восьмиклассники. Поэтому детей будут отбирать представитель Яндекса. Это, как говорится, по знакомству в эти классы нельзя будет попасть. Это ребята, которые, может, даже не владеют вообще программированием, но у них есть желание, склонность такая к аналитике, к логике. И вот если такой есть интерес, то пусть ваши дети пробуют. Если даже вы поможете решить задания, которые будут предоставлены, второй тур отборочный будет идти именно по собеседованию. И там будет уже выявлено, ребенок сам отвечал на вопросы или нет. Поэтому все желающие могут своим деткам рассказать и поучаствовать с 30 сентября, пройти тестирование для поступления в Яндекс.Лицей. Будем выращивать гениальных айтишников. Да, и вот здесь наши ребята IT-компании стали говорить, ребята, зачем мы запускаем Яндекс, они же будут уводить наших детей в московские вузы. Я думаю, что нет, престиж наших вузов на сегодняшний день уже повышается. Даже разговаривая с первым проектом Надежда Глебовна Юрушкина, она сказала, что в этом году проходной балл средний был на ФИС у нас, даже выше, чем в Иннополисе. Мы видим, что наши кадры востребованы. После третьего курса уже студенты все идут. Если раньше все бюджетные места у нас занимали дети, которые просто поступали, то сейчас туда нужно попасть, именно кто желает учиться и быть айтишником, и с третьего курса уже работать. И еще один проект, который реализовали, это Postgres. У нас подписано соглашение, это пойдет замена программного обеспечения на наше отечественное. Окей. Вернемся к теме наших айтишников. Насколько я знаю, компания АйТек в прошлом году открыла офис в Лондоне. Ульяновец Руслан Фазлыев, долларовый миллионер, основатель компании Эквит, работает на внешний рынок. Руководители берегут своих айтишников, они их прячут. Но эти айтишники работают не столько на нас, сколько на, опять-таки, внешний рынок. Вы с ними сотрудничаете? И что от этого имеет Ульяновская область? Я так думаю, самое главное, что наши ребята, и не только Эквит, а и АйТек, открывают филиалы за рубежом. Наши компании работают больше, чем со 100 странами мира. Это нормально. Самое главное, что люди, которые работают в этих компаниях, живут в Ульяновске. Они живут здесь, они рожают детей, они создают семьи, они получают благо, которое они есть, они зарабатывают хорошую зарплату, потому что у нас средняя заработная плата, даже по статистике в этих компаниях составляет порядка 50 тысяч. Это средняя. Тогда вот и говорим, если студенты могут прийти на 15, на 20, на 25 тысяч. Поэтому я считаю, что те люди, которые работают на нашей айти-компании, это самое лучшее. А то, что мы говорим, что мы можем для них сделать, для наших айти-компаний, самое главное, то, что губернаторам принято решение, он услышал наши айти-компании, он с ними очень часто встречается, и они попросили сделать минимальные льготы для айти-компаний. И те компании, которые у нас аккредитованы в Минкомсвязи, их на сегодняшний день 90, они получают льготу, если работают на единоммененном доходе по упрощенной системе обложения. Вместо 6%, как платит вся Россия, мы платим, наши платят 1%. И те, которые работают по классическому налогообложению, это наши крупные компании, то они оплачивают только федеральный бюджет, региональный бюджет они не платят. И мы видим, что НДФЛ, который поступает в наш региональный бюджет, он увеличивается именно от этих компаний, которые оплачивают заработную плату, развивают свои компании, и доходность населения своих сотрудников увеличивается. И, конечно, нужно не забыть сказать об айти-потеке. На сегодняшний день 7 человек у нас получили, это 150 тысяч правительство Ульяновской области дает айти-специалистам. У нас есть и патик для бюджетников, а вот для айти-специалистов, такого вообще нигде даже нет. 150 тысяч правительство выдает именно айти-специалисту, где компания говорит, что он должен, во-первых, 5 лет отработать, а если у него будет здесь жилье, он уже не будет стремиться куда-то уехать, в другое место. Понятно. Светлана Владимировна, в одном из ваших интервью я прочитала, что вы бы хотели, чтобы такие гиганты, как Google, Apple, Intel, Microsoft открыли в Ульяновске свои офисы. Насколько жизнеспособны эти задумки? Я так думаю, что да, у меня такое желание было, но, наверное, оно было очень упрометчиво, потому что мы ведем активный такой диалог с нашими айти-компаниями. На сегодняшний день мы не готовы обеспечить кадрами эти крупные компании. И если только эти игроки крупные зайдут на наш рынок, зайдут на нашу территорию, то наши вот эти 90 компаний, вообще у нас их не 90, а порядка, вот мы реестр сейчас вставляем, около 300, но там это небольшое количество людей, которые, может, не только разработкой занимаются, еще там купи-продай, не основное их, основное направление разработка по, то просто получится, что наши айти-компании останутся без кадров. Эти гиганты, они готовы выплачивать зарплатную плату на порядок выше, чем наша, поэтому здесь, я думаю, что нужно немножко мне свой пыл, да, так погасить, и достаточно того, что заходит сейчас вот Яндекс с своим проектом, который реализуют уже в секторах. Не то, что они открывают здесь офисы, они свои проекты реализуют нашими специалистами. Я думаю, что это более верный подход. Светлана Владимировна, вас очень часто критикуют, и порой вы реагируете эмоционально. Это ставит людей на место? Если говорить, ну, я человек вообще очень эмоциональный, да, и стараюсь, очень часто многое допил, ну, что почему ты не отвечаешь там где-то в социальных сетях. Но бывает, что день загружен настолько, что я могу ответить, или когда я в дороге перемещаюсь где-то, или когда прихожу домой, после 10 открываю интернет, и тогда я могу там отвечать на какую-то критику. Очень часто она бывает, ну, как выразиться, не очень правдивая, наверное, да, вот это даже не критика, а больше ложь. Вот в последнее время, даже когда прошло назначение по словам в сфере IT, то местное время газеты Димитровграда написали, ты не ходи туда, где сложный отчет страна, где написали, что в очередной раз Апенышева уволили, припомнили вообще, даже не припомнили, а вообще подняли все, что вот на протяжении там десятилетия писали, плохого, хорошего, ничего не было. Сказано, я очень потихо позвонила и сказала, коллеги, вы бы взяли у меня комментарий, потому что я всегда готова отвечать на все вопросы, которые задают журналисты. Даже я поднимаю трубку, если неизвестный телефон, я говорю, сейчас мне неудобно переговорить, давайте мы с вами переговорим там через час или когда я буду более свободна. Я попросила, чтобы дали опровержение, на что мне сказали, нет, Светлана Владимировна, это наша точка зрения, мы так хотим написать. Хорошо, я подала в суд, я выиграла в суде, это было очень тихо, я нигде не афишировала о том, что я подала заявление в суд. Они пусть там через месяц, полтора опровержения написали, что там на самом деле была написана клевета. Я хочу высказать всем журналистам слава и благодарности. Наверное, сейчас нет столько, не то что критики, если критика обоснованная, то я на нее реагирую и стараюсь что-то изменить в своей работе, во взаимоотношениях. Очень часто, если что-то хотят написать, то меня спрашивают, берут комментарии. И даже вы видели последний раз, 73 онлайн, они весь мой комментарий, который был, записали на диктофон и выложили как аудиозапись то, что я говорила. Я к этому отношусь нормально, поэтому, ну, когда человек при власти, да, я думаю, занимается каким-то одним направлением, критиковать можно, это нормально. Это человек в тонусе, и самое главное, что он нормально должен реагировать. Ваши оппоненты чаще всего припоминают вам проект 3D GIS. Не хотите сейчас расставить точки над «и»? Вы знаете, я даже, вот это какой-то нельзя его сказать, там, крест-не крест, очень интересно так его преподнесли. Вот на сегодняшний день, если бы этот проект был реализован, наш бы регион ушел бы очень-очень вперед. Почему? На сегодняшний день у нас не создана электронная кадастровая карта. А вообще это полномочия федерального бюджета. И когда мы об этом заговорили, и тогда же это не было как-то калуарно что-то, очень часто меня спрашивают, Слава, а вот откуда вы взяли эту компанию? Пришло письмо в правительство, где предложили такой проект, он не назывался 3D GIS, это построение электронной кадастровой карты было, да, с вынесением зданий в 3D объеме. Его уже так вот назвали, 3D GIS вроде как короткая, что вот идет оцифровка территории и воздвигаются сами здания. Прежде чем вообще было принято решение о реализации данного проекта, если поднять вообще вот СМИ, да, сколько я говорила об этих проектах, мы создали три рабочих группы по направлениям, потому что вот внедрение вот этой оцифрованной карты, оно должно было лечь в реализацию каких-то проектов в реальном секторе экономики, и там вот где, допустим, у нас сейчас есть инвестиционная, вот особая экономическая зона, если бы она была бы оцифрована вся, да, если бы там можно было моделировать вот то, что происходит вот несколько лет назад, это можно было бы моделировать, смотреть и инвесторам преподносить вот эту карту в моделировании, где мог еще сам любой инвестор смоделировать то, как бы он видел свою территорию, как бы выглядела вся эта особая экономическая зона, когда наши бы специалисты, уже специалисты в отраслях, это не о том, что она должна была делать, там речь шла только о вот этой, как, ну, подложке, карте, да, на которую наносили, и, наверное, было ошибочно то, что мы тогда заговорили о 3D, это сейчас 3D, у нас все, 3D-медицину, 3D-принтеры, это все нормально, а тогда мы заговорили 3D, и была ошибка, скорее всего, нужно было говорить о 2D, мы должны были сказать, что, да, мы оцифровываем карту, но не возводим вот эти вот здания, и тогда, это был, наверное, такой, 10-11 год, и постоянно, да, вот сколько лет, и постоянно это на слуху, говорит, Апенышева своровала 300 миллионов, ну, коллеги, если бы Апенышева своровала 300 миллионов, да, я думаю, она бы сидела в тюрьме, припоминает мне 20 тысяч штраф, которые я заплатила, на тот момент у нас вошли два закона в противоречие, это закон об конкуренции, и договор был подписан с электронным ульянсом, который был автономной организацией, и здесь, вот, вступили в противоречие два этих закона, если говорить честно, я на суде об этом сказала, что я ходила в антимонопольный кабинет, где я направляла документы, я в Росреест Российской Федерации, в антимонопольный комитет, антимонопольные сказали, что они не имеют права давать какую-то оценку, они уже по итогам могут дать оценку, ну и по итогам вот они дали, что вступило в противоречие, что было ограничение конкуренции, и вот за это вынесли штраф 20 тысяч. Возвращаясь к рабочим группам, так вот, там, где вот рассказала про реальный сектор экономики, там же, допустим, агрария, там, где Краснодар очень далеко ушел, где мы могли бы видеть на сегодняшний день, и можно было бы продавать, вот кто бы эту карту держал, продавать информацию компаниям страховым, потому что сейчас идут выплаты субсидии, идет потеря урожая, люди получают страховку, но насколько работает вот эта вот карта, которая была бы электронная, пока с снимком, которую можно было видеть, сколько удобрений внесено, допустим, в землю, или другой проект, сколько земель вспахано, сколько ГСМ потрачено, а находится вот этот вот трактор на этом участке, или он пошел пахать соседнюю Самарскую область, вы знаете, там вот настолько возможностей очень много, это реальный сектор, потом, если мы берем, допустим, ЧАЭС, там где, ну, НИАР, да, и там можно же моделировать, допустим, ситуацию, если, не дай бог, что-то произошло. Вы планируете вернуться к этой теме? Нет, я не планирую вернуться к этой теме, потому что на сегодняшний день, я так думаю, что, пусть, наверное, планирует кто-то другой, для меня вот это вот новшество, вот эта инновация, она сыграла, ну, не очень хорошую, я бы так сказала, роль, потому что все, чтобы никто не вернулся, вникая, решили о том, что вот 3D-ГИС, а Пионыша, вот она своровала эти деньги, оцифровано было 12 муниципальных образований, и если даже посмотреть, и открыть, есть ГИС-ассоциация, как только мы прошли первый этап работы, выплачено было 110 миллионов, все говорят о 300, выплачено было 110 миллионов, и на 110 миллионов работы были выполнены, карты эти есть, мы тогда даже сделали по захоронению ТБО, там же очень хорошо видно, какая площадь занимает природоохранная, где размещается само захоронение ТБО, Братаевское, другое, там очень много интересных вопросов. Но вы желали бы, чтобы кто-то из ваших коллег продолжал вести работу в этом направлении? Ну, я так думаю, с таким репутационным хвостом, который идет за мной, я думаю, желающих, наверное, не будет, и скажут, что вот сейчас, решая внедрение умных технологий, и я думаю, мы подождем, когда на федеральном уровне кадастровую, и наши архитекторы сделают вот эту вот электронную подложку, а там уже каждая отрасль будет через 3-4-5 будут моделировать уже то, что они хотят. Светлана Владимировна, как средства массовой информации мы можем помочь в конструктивном ключе продвижению цифровой экономики, айфи-технологий, умных решений? Самое главное на сегодняшний день это популяризация получения услуг в электронном виде. Это основное то, что должно быть у нас с вами. Нужным людям говорить, что не нужно пугаться портала госуслуг, нужно регистрироваться на портале, нужно получать услуги. Сейчас Минэкономразвитие прислали нам письмо, где указали представить предложение по изменению федерального законодательства, что если сейчас человек может идти в орган власти, может идти в МФЦ или получать электронную услугу, то в скором будущем он будет получать услугу или только в МФЦ, или только в электронном виде. В электронном виде услугу получать очень легко. Справку, допустим, об отсутствии судимости. Если мы с вами пойдем в МФЦ, то там мы будем эту справку делать две недели, потому что у нас есть еще сроки, когда мы документы собираем, когда мы их передаем в органы, органы принимают решение, передают нам, потом мы отдаем заявителю. А если мы подадим в электронном виде, то в течение пяти дней мы получим эту справку. Следующее, допустим, если мы хотим там, где есть госпошлина, получать услуги через портал госуслуг, то здесь экономия бюджетных средств. За гранд-паспорт три с половиной тысячи, если мы платим через портал госуслуг, мы на тысячу меньше, на 900 рублей мы платим меньше. Это, ну, все-таки, я думаю, что очень удобно. И охотничий билет, который нужно получить, если ты живешь где-то в далеком районе, ехать в Минсельхоз для получения охотничьего билета очень неудобно. Можно подать в электронном виде. Или подать заявку на получение лицензии на перевозку пассажиров, такси, тоже очень удобно. Не нужно ехать в Минтранс для того, чтобы оформить разрешение. А можно это оформить в электронном виде. И вот эта популяризация, да, вот она совместно с нами должна быть. Светлана Владимировна, вы очень активны в соцсетях. Вы одной из первых начали твитить свой пост и загоняли в Твиттер коллег. Что изменилось за последние пять лет и какие сети вы используете наиболее активно сегодня? Ну, смотрите, если мы разделим вообще соцсети, ну, такие, которые в общих массах, да, не профессиональные я буду брать, то здесь мы видим различные категории людей в различных соцсетях. Одноклассники – это более старшее наше поколение. Вконтакте – более молодые, в Фейсбук – более профессиональное сообщество. Есть Твиттер – это где информацию хочешь очень быстренько выложить, и сейчас Телеграм очень активно подписываешься там на ленту в Телеграме и получаешь вообще все новости, которые есть. Я его очень даже использую, потому что там есть очень часто ссылки идут, какие мне интересны, я подписываюсь, и вот в этой ленте я работаю. Но это для получения информации. Больше всего… А, и есть ловжурнал. Самая первая социальная сеть, где я появилась, там, где вот у нас пошла вся вот эта вот борьба, все вот эти завороки. Еще Инстаграм забыли, что он. Да, Инстаграм, да-да-да-да. Ну, Инстаграм, там, он более такой личный у меня, там, вот, у меня есть, вот я смотрю, там, своих близких, знакомых, друзей, радуюсь за их успехи, за красоту, которую там, за счастье, потому что, обычно, когда человек счастлив, он должен этим счастьем поделиться. Что дает вам эта активность сетях? Ну, во-первых, если в Фейсбуке я говорю там о работе непосредственно своей корпорации, я получаю обратную связь, потому что очень часто сейчас, даже если есть какие-то проблемы, то люди пишут со ссылкой на меня, и я вижу, что я стою в МФЦ уже целый час, да, вот, я увидела, начинаю писать, или там, мне пишут. Вот справку номер 8 стоим, значит, в РИЦ получаем. Я пишу, зачем? Орган власти сам запрашивает справку номер 8. И вот это вот дает, это связь с населением, самое первое, то, что дают социальные сети. А Инстаграм, это делишься своим счастьем. В учреждении правительства для граждан в рабочее время соцсети открыты для сотрудников? На компьютерах ни в правительстве, ни в правительстве для граждан у нас соцсети не открыты. Туда нельзя зайти, но сегодня у всех есть телефоны, поэтому понятно, что каждый может... Вот, кстати, об этом. Реалия нового времени это постоянно смотреть на дисплей своего гаджета, даже, например, на совещании. Выступают официальные лица, губернатор, а все слушатели смотрят свои телефоны. Возможно, они там цитируют первое лицо региона, а вдруг нет. Вы не считаете это выражением невоспитанности? Ну, смотрите, я думаю, что наша жизнь меняется, да, и каждый воспитанный человек воспитан по-своему, и поэтому кто-то на самом деле твитит первое лицо и рассказывает о том, что каких-то... каждый хочет первый рассказать о том, что он услышал. Очень раздражает, когда идет совещание, и вот кто-то сидит и там что-то переписывается, я обычно делаю замечание, если на моем совещании кто-то говорит, а губернатор, протокол наш, да, губернатора, когда идут совещания, просят телефоны оставлять, кроме тех лиц, которые могут, допустим, передавать информацию, просят телефоны оставлять у нас специальные такие ячейки. Сергей Иванович Морозов бешеный трудоголик в хорошем смысле слова. У него рабочий день начинается рано утром, заканчивается поздно, выходные насыщены мероприятиями. Как вы выдерживали этот ритм, работая в правительстве? Есть у вас рецепт? А вы знаете, когда работаешь с человеком, ты стремишься каким-то образом его не подвести, и вот этот ритм настолько заряжает, что ты работаешь, и этого ритма просто не замечаешь. Я с ним работаю уже 17 лет, и этот ритм он не измотал, потому что когда идешь, познаешь что-то новое, заряжаешься, он дает какие-то, ставит новые задачи, задачи нужно решать. Поэтому это интерес к работе. Если работа тебе интересна, то ритма этого ты не будешь видеть. А если неинтересно, конечно ты будешь сидеть и думать, ой, опять совещание, ой, там опять выезд, ой, опять там чего-то спрашивают. Это просто командный дух такой, который вот был заряжен, наверное, в нас с Димитровграда с 2000 года. Мы так работали всегда. Вы родились в Севастополе? В Севастополе. Часто там бываете? Старались сейчас каждый год. У вас были мысли уехать из Ульяновска? Я вообще житель не Ульяновска, а города Димитровграда, поэтому из Димитровграда мысли уехать нет. А почему люди покидают Ульяновск? Перспективные, молодежь? Ну, давайте тогда поговорим, насколько перспективных молодых приезжает назад. Очень часто молодежь едет именно за тем, что им хочется реализоваться. Но когда молодежь реализуется, она может реализоваться здесь, в различных проектах. Не нужно думать, как только закончил студент вуз и приходит радоустраиваться на работу, он говорит, дайте мне зарплату 30 тысяч, я с высшим образованием. Это ненормально, потому что ты сначала покажи себя, ты раскрой свой талант, и ты расти по управленческой лестнице или там по карьерной, правильно будет сказать. Вот если посмотреть в правительство для граждан, все директора департамента, которые вот у нас сейчас работают, это все ребята, которые пришли когда-то в далеком 2007-2008-2009 году. Они все директора департамента. Ярослав Егоров, который сейчас работает первым моим замом, он пришел с Минэкономики, это был, наверное, год 8 или 9, он пришел и сказал, Слава Владимировна, я хочу с вами работать в административной реформе. Многие ребята, которые директора департамента Сергея Макарова, электронные услуги, это парень, который пришел сначала стажером, потом он работал и занимался, вот он настолько выстроил аналитику по обеспечению сотовой связью интернетом во всех населенных пунктах. Вот сейчас если открыть, вот его наработка, которую сейчас другие ребята сопровождают, мне можно задать себе вопрос, там деревня зеленая, или там деревня Красный Гуляй, в таком-то районе, я открываю район, открываю деревню, я вам скажу, сколько там человек прописано, какие там операторы связи присутствуют, зашел ли туда ВОЛС, оптика зашла или нет, в программе они ОЦН или нет. Вот эту вот систему он выработал, и потом, когда я увидела, что он себя перерос, он пришел, наверное, года 3 назад, и говорит, Слава Владимировна, я, наверное, буду уходить, мне здесь неинтересно. Я понимала, что вот как мне поступить так, чтобы он не ушел. Это настолько перспективный молодой человек, и тогда я предложила ему пойти работать в электронный Ульянск, заниматься электронными услугами. Он туда пошел. Он сейчас директор департамента, очень перспективный, и мы вот по всем электронным услугам, которые мы идем, мы идем, ну так я бы сказала, на хороших позициях по Российской Федерации. Денис Ефремов, да, вот тоже молодой человек, он тогда создал как молодежную ассоциацию Клуб молодых госслужащих. Он пришел и сказал, парень такой с бородой, в шляпе, сначала он мне какие-то коверсные вопросы задавал тоже в соцсетях. Я говорю, кто это такой? Мне говорят, а вот Денис молодой. Он пришел и говорит, а я хочу Клуб молодых госслужащих. И он создал именно в правительстве в 2008 году Клуб молодых госслужащих. И так говорить о ребятах, вот сейчас даже могут обидеть, сказать, вот о ком-то сказала, о ком-то не сказала. И вот все ребята, которые вот были вот маленькие, они все выросли до директоров департаментов, они стали начальниками отделов. Потому что если они хотят, если они могут реализовываться, они реализуются. Вы видите будущее своих детей в Ульяновске? Я думаю, что да. А маленького вообще в Димитровграде. Маленький у вас вообще красавец. Я слежу за ним. Вы часто выкладываете посты с его танцевальными победами. Вы видите его будущее в танцах как в профессии? Нет, нет. Я вижу его будущее. Ну, можно сказать, на каждом этапе со Степой у нас вообще очень интересно. Он настолько разноплановый, да. И сказать сейчас, кем он будет, я не могу. Он был у нас учителем физкультуры, когда он любил учителя физкультуры. Он очень хотел быть клоуном. Но когда он бабушке сказал, что бабуля, я буду клоуном, бабушка ему сказала, Степашка, да ты что? Меня спросят, а кто твой сын? Ой, кто твой внук? А я скажу, клоун. Степка рассмеялся и сказал, ладно, бабуля, я не буду клоуном. Потом мы немного какое-то время хотели быть в танцах задействованы. Потом, когда я стала очень много говорить об IT, он начал мне говорить, а может мне айтишником быть или там вот пойти программистом. И у нас есть ассоциация учителей, вернее, создается, а есть в фейсбуке группа учителя информатики. И там очень часто выкладывают различные мобильные приложения. Я стала скачивать эти мобильные приложения, предлагая ему. И он увидел, что IT и информатика это не его. Ему почему-то скучновато. Вот даже разрабатывает там какие-то ходы вот это вот, хотя логика у него развита очень хорошо. И сейчас я стала замечать, что он очень часто смотрит у нас различные видео, связанные с медициной. Но, как он говорит, мам, я, наверное, буду врачом, но это еще седьмой класс, поэтому еще может столько поменяться. Я, наверное, буду врачом, но не буду лором и стоматологом. Наверное, это вот страх может вот к этим врачам. Но, говорит, я, наверное, буду вот у нас строиться там центр ядерный, да, я буду или онкологом, или кардиологом. Поэтому, или мне очень нравится быть хирургом. и вот когда он мне в Ютубе начинает показывать вот какие-нибудь операции, чего-то там вот режут, тогда и там вот такой вот хруст, мне, честно говоря, немножко диковато. Вот, но он говорит, нет, я буду, наверное, помогать людям, а лучше всего я буду людям помогать, которые заболевают вот раком. У нас сейчас у знакомых ребенок заболел, поэтому он говорит, нужно помогать таким людям, чтобы они жили дольше, а лучше, чтобы они выздоравливали вообще. Поэтому с танцами это такая любовь к девочке, это любовь к тренеру, к Юлии Александровне нашей, Рысиной, да, это отличная школа, которую вот она преподает, выращивает. Она их заметила очень маленьких, когда они только пришли в первый класс, и за год она их вывела в спорт высших достижений, поэтому сейчас они у нас и призеры международных соревнований. Молодцы. Поэтому сейчас пока там все это удовольствие. Слава Владимировна, а кем вы мечтали стать в детстве? Ой, если вы знаете, у меня всегда сестра моя, когда мы ходили с ней беременные, она была племяшкой, беременная, я Степашкой, и она тогда говорила, вот не дай бог дети будут, Степка, ну вернее, твой ребенок будет усидчивый, а моя будет такая же вот ненормальная, как ты, ну в хорошем смысле слова. Где я только не была. Я, по-моему, вот все кружки, которые есть, я прошла все. Это было, мне было интересно. Сегодня мне интересно одно, завтра мне интересно другое. я играла на аккордеоне, была в баскетболе, в общем, где я только пела и танцевала, и лепила, в общем, и в мягкой игрушке, в общем, вот все, что было, да, это все было мною пройдено. Задумывалась, наверное, кем стать, я даже, мне очень нравилось шить, у меня вот все вещи, которые были у меня, в школе я шила сама, и фарты, которые нужно было, да, вот все это было свое. Платье там, юбки у нас, учительница по труду была очень хорошая, поэтому вот она нам такие навыки привела. У меня и сейчас, у меня дочь как-то приехала, говорит, мам, надо там подшить бабуле халат. Я говорю, поднимись на втором этаже, говорю, машинка у меня швейная стоит. Она очень удивилась, говорит, какая, я говорю, обыкновенная, должна с электроприводом, машинкой, когда мне надо подшить, я не бегу куда-то, беру и подшиваю. И мне очень нравилось шить, я хотела сначала поступить в питерский институт технологии, там имени Герцена, я даже туда в 10 классе съездила, посмотрела, но на тот момент я не понимала, что такое коррупция, что такое этот, но когда пообщалась со студентом, мне сказали, что для того, чтобы поступить в этот вуз, мало знаний, нужно связи. Ну, я так поняла, что мои родители не будут, во-первых, у них и связи с Камчатки никаких нет, и там, ну, что я просто могу потерять вот этот вот год. Тогда я думала, кем же мне стать? Мама мне говорила, Света, а может, ты пойдешь работать медиком? Мне тоже нравилось делать уколы. Вот когда там мамка научила делать уколы, вот я их могла делать, с того времени умею. Но когда я начала готовиться к поступлению, да, к поступлению, когда открыла тычинки и пестики, это был удар, учебник по ботанике. Я так решила, что это не мое. И куда вы в итоге поступили? И в итоге я приехала сюда, и поступила в политехнический институт. Это было ваше? Это было, не сказать, что мое, я ехала, мама меня посадила на самолет и сказала, езжай к тете в Челябинск, может, там что-то найдешь. Я прилетела к тете в Челябинск, я никогда не видела трамваев, я проехала на трамвае, и тетя пришла и сказала, слушайте, а как классно работать вагоновожат. Тетя меня посадила на самолет и отправила в Димитровград к другой тете. Там был один политехнический тогда институт, и я пошла и посмотрела. Там было придение, трикотаж и качество. Я посмотрела, где меньше всего, и где нужно было поступать по, как тогда это называлось, два экзамена только задавали. В общем, кто хорошо школу заканчивал, у меня две четверки было, и поэтому мне нужно было сдавать только два экзамена. Я выбрала придение натуральных химических волокон, у нас была самая лучшая группа, мы и сейчас иногда встречаемся. Я его закончила, но, естественно, легкая промышленность, когда я приехала, обратно я приехала в Прибалтику, у меня родители в Прибалтике жили. Я пошла работать, хотела поступить на фабрику Лаума, все, наверное, знают, девушки, это тюль, это нижнее белье. Хотела поступить на комбинат, работать, ничего у меня не получилось, потому что было очень сложно поступить на эту фабрику, тем более молодому специалисту. И я попала очень случайно в комбинат бытового обслуживания, и 7 лет я проработала в Прибалтике именно в комбинате бытового обслуживания, где я работала инженером по подготовке производства, по метрологии, стандартизации, это было довольно-таки интересно, потому что это разработка была, бытовое обслуживание, это не только швея, но меня это очень сильно прельщало, это и химчистка, это и мебель, и обувь, это и скорняшка, ну, настолько вот весь вид вот этих вот услуг, да, я сначала думала, что мне будет очень сложно, но девчонки, которые работали со мной в производственном отделе, они меня так ввели, и даже я устраивалась на время декретного отпуска, получилось так, что я сама в декрет сходила, и вышла, и в 7 лет я проработала. Там я возглавляла комсомольскую организацию комбината бытового обслуживания, где было молодежи тысячи человек. Вы занимали каждую минуту своего времени в этой жизни чем-то полезным. А чем сейчас вы занимаете свободное время, если оно у вас есть? А оно есть, и очень его мало, да, если бывает выходной, то это огород. Огород, что вы там высаживаете? Ой, я высаживаю... Вы уже пожинаете урожай, получается? Да. Расскажите, что вы. Я закрываю сейчас банки, поэтому, вот, когда, наверное, лет бы 10 назад, нет, 10 лет назад муж построил дом, поэтому уже огород начинался. Лет 15 назад, если бы мне сказали, что Апенышева ты там будешь на огороде сажать, там чего-то, траву дергать, я бы сказала, вы что, издеваетесь? Я пойду и все куплю на рынке. На сегодняшний день у меня мама спрашивает, зачем ты посадила перец, если ты его не ешь, болгарский? Я говорю, мам, ну тогда вырастет трава, пусть у меня растут баклажаны, перец, ну, укроп, понятно, с луком зелень разная всякая. Вчера я приехала... То есть вы этими культурами боретесь с сорняками, да? Да. Они мне дают удовольствие, потому что вот когда собрали урожай клубники, у нас, ну, довольно-таки много, вот с одной стороны где-то рядков, наверное, 8, наверное, с другой рядков 5, это, ну, таких приличных. И муж меня научил, всегда, муж раньше занимался, он меня научил, как обрабатывать клубнику. Ну, в общем, я как трактор встала, всю клубнику обрезала, между клубникой все вскопала, и теперь радостно хожу. Мама говорит, надо теперь поливать ее. Вот мама поливает, потому что мне как-то поливать не... Ай, трава это мое. И урожай. Много банок закрутили уже в этом сезоне? Ну, штук 15, наверное, немного. Кто? Кого угощаете? А я так думаю, что дети. Сегодня привезла сыну, смс с утра написала. Саша, приедь, пожалуйста, на работу, я тебе баклажаны, кабачки, помидоры, огурцы привезла. С ума сойти, Светлана Владимировна Опенышева. Светлана Владимировна, тяжело ли следить за большим хозяйством? Вам кто помогает? А хозяйство какое? Дом, огород. Ой, дом построил в благодарность, конечно, мужу. Дом построил большой, красивый и уютный. У меня никогда не было домработницы, у меня никогда не было кухарки, никогда у меня вот обслуживающего персонала не было. Обычно я, когда в пятницу приезжала с работы, поздно вечером, я мыла второй этаж, всегда начинала мыться второго этажа. Ну, а первый этаж, потом мыла первый этаж. Поэтому, мне кажется, когда чистоту поддерживаешь, во-первых, там всегда чисто. У нас на улице еще бассейн, в этом году мы бассейн не заливали, но мы его вычистили. Приезжали друзья из Самары, мы вычистили наш бассейн на улице, дома у нас тоже бассейн. Поэтому, я так думаю, что так получилось, что оказывается, там все ломается в доме. То кран у меня полетел, то у меня что-то санитазом стало, то зашла, никогда не платила за дом, зашла в личный кабинет, в лице увидела, что у меня поверка счетчика на водоканале закончилась, то вчера вот электрики приходили вечером, потому что я позвонила, сказал, что у меня дома никогда не бывает, вы приходите или в выходной, или поздно вечером. Вот вчера электрики пришли, на счетчики поставили антимагнитные полоски какие-то там, теперь еще защита какая-то там есть. Поэтому я не знала, где какие счетчики, теперь все знают. Теперь мама даже спрашивает, где у нас газовый ключ? Я говорю, мама, ну не знаю. Степан хороший помощник в хозяйстве. Да, Степан вот в этом отношении, он как говорит, мама, пожалуйста, не заставляй меня траву там дергать, а вот вскопать, да, пожалуйста. Он может и полой помыть, он и стирает свои вещи, гладит он сам, поэтому... Какой умничка. А какие ценности вы прививаете ему? Самое главное уважение и культурное общение с людьми. Я думаю, вот сейчас чересчур его культура, вот я смотрю, что она, наверное, ему начинает мешать. Вот честность, да, вот уважение к старшим, это вот, ну, должно быть. Я не понимаю, допустим, ребенок у меня кому-то бы нагрубил, а иногда так и хочется сказать, дай промеж глаз. Ну, вот это вот... Если ситуация возникнет, сможет дать промеж глаз? Я думаю, что нет. Поэтому бабушка у нас всегда говорит, может, мы его в какой бокс запишем. Ну, я думаю, у вас все впереди. Ну, я тоже все впереди. Все секции единоборств еще обойдете. Светлана Владимировна, скажите, какой совет вы могли бы дать молодежи, в какую сторону им делать крен, если они хотят прославить регион? Таких сейчас много. Ну, смотрите, для того, чтобы прославить регион, я бы здесь сказала, во-первых, нужно понимать, чем вы хотите прославить регион, какой вклад вы сделаете в развитие нашей малой родины. Потому что человек, даже любой человек должен быть полезен. Он, во-первых, должен учиться на протяжении всей жизни. Он не должен получить высшее образование и на этом остановиться. Вот если о себе, то у меня на каждом этапе жизни я чему-то всегда обучалась. И человек, который обучается на протяжении своей жизни, который ценит окружающих, видит роль каждого и свою роль в этом обществе, то это человек, у которого будет будущее. А если молодой человек, потребитель, который говорит, а вы мне должны это, а вы мне должны это, в нашей жизни никто никому ничего не должен. Каждый продвигает себя сам, показывает себя сам. И самое главное, получает удовлетворение от того, что он делает. Он должен дарить добро, и это добро будет возвращаться к нему. А если ты сделал что-то доброе, сидишь и говоришь, а вот я же ему такого-то доброго сделала, а он вот такой пакостник, мне добро не оплатил. Ну, я так думаю, что никогда не нужно ждать добра от того, добра, который это дальше. Светлана Владимировна, вы очень приятный собеседник, и я вам клянусь, я могла бы разговаривать с вами еще часы и сутки напролет, но с грустью понимаю, что посягаю на ваше рабочее время. Поэтому разрешите сказать вам огромное спасибо. Я уверена, что все посетители информационного портала ulpravda.ru получат удовольствие и массу важных выводов сделают после просмотра этой программы. Увидимся на Уллправде. Смотрите 100 вопросов. Уллправде.